Мы приветствуем вас на мероприятии, посвященном 60-летию со дня первого полета человека в космос, Дню Космонавтики. Сегодня проводите это мероприятие в УДУЯ, Динка Третьяна Кушанова, Раби Шарипова-1. Сегодня в рамках этого мероприятия с нами объединились Росковидительство Россо-Сопрудничества в Усубболитке Казахстана, Генеральное консенс full Российской Федерации в городе Алматы, Посольство Российской Федерации на Марте, Российский Центр науки и культуры на Марте, Общественный фонд права на любовь в городе Алматы и Казахстана, казахцанское название университет юнг Афродий, Бакинский государственный университет и русский центр фонда «Русский мир» Бакинского государственного университета. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас видеть, слышать. Несмотря на то, что между нами такие долгие и длинные расстояния, тем не менее мы все близко. И нас объединяет одна тема. Это 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. И сегодня я не одна. Здесь у меня тоже есть космонавт. Вот эта вот очень старая, релитетная кжельская фигура, фигурка, была выпущена как раз тогда, когда человек полетел в космос. Вот представляете, сколько ей лет. И она находится здесь у нас, в Российском центре науки и культуры на Мальте. Мы откроем двери выставки, посвященной 60-летию полета человека в космос. И сегодня я хочу показать вам удивительную книгу, которая рассказывает о биографиях советских космонавтов. Причем вот эти вот географии Губарева, Алексея Александровича и Георгия Михайловича Гречко, они вообще подписаны героями. То есть они подписали эту книгу для того, чтобы она была у нас в музее. И еще мне хотелось бы буквально в нескольких словах рассказать и показать вам наш центр. Сейчас попытаюсь переключить камеру. Если нет, то просто как бы разверну, чтобы вы видели. Вот, да, наверное, мне вот так правильно, да, стоять? Вот так вот мы видим как раз плакат. Этот плакат был выпущен 20 лет назад и посвящен 40-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. И еще мне хотелось бы остановиться на двух интереснейших экспонатах, которые, в общем-то, едва ли есть где-то. А именно, вот эта вот фотография сделана из космоса. И здесь вы видите фотографию острова Мальты, которая была сделана во рта станции, международной станции Мир в 1996 году. Вот это тот самый остров, на котором я сейчас нахожусь, из которого я вас приветствую. Это стенд, рассказывающий о полете человека в космос. И сейчас я хотела бы всем вам загадать, ну, скажем так, проведем такую небольшую близь. Я покажу вам три портрета и очень рассчитываю на ответы наших студентов, которые не только скажут, чьи это портреты, каких космонавтов, но и что их связывает с Мальтой и с Казахстаном. Кстати, тот ответ, что все они стартовали с территории Байконура, конечно, является правильным, но не он главным. Итак, вот он, первый портрет. Второй портрет. Так, сейчас, минуточку. Второй портрет. И третий. Который больше вы нигде, к сожалению, не увидите. Поэтому я очень надеюсь, что все равно мы еще с вами встретимся не только на виртуальной площадке, но и на реальной. Очень надеюсь на то, что как когда-то человечество преодолело силу земного тяготения, так оно преодолеет любой вирус. Спасибо большое. Еще раз большое спасибо за приглашение. Жанна Максутовна, вы такая молодец, что нас всех собираете. Спасибо. 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 Спасибо.